я приветствую вас друзья это снова канал веселые инженеры сегодня видео которым так долго просили меня мои подписчики и я все-таки собрался силами его сделал а тема будет видео подборка литературы для начинающего инженера машиностроитель она будет полезна не только начинающим инженером но и студентам и просто людям которые увлекаются занимаются металлообработкой стать наиболее образованными конечно большинство книг вот возможно уже видели но поехали итак первая книга которую мы рассмотрим это справочник молодого машиностроителя данилевского да вот так он выглядит древний древний такой справочник да очень интересная книжка есть что почитать достаточно неплохим языком в книге изложены следующие материалы приводится справочные данные по материалам применяемые машиностроение межоперационным припуском допуском и посадком а также достижимы шероховатости поверхности при обработке на металлорежущих станках сведения о режущем инструменте можно также найти технические характеристики металлорежущих станков с изложением основных неполадок при работе на станках а также рекомендации о применении смазочно-охлаждающей жидкости при резании материалов конечно большинство материалов данной книжки уже не большинство а некоторые материалы уже устарели но если вы будете знать вот эту базовую литературу то конечно вы сможете найти новые материалы уже на просторах интернета или где-то по знакомым допуски и посадки виктор иванович анухин очень классное тоже издание я еще когда учился в техникуме мы таким изданием пользовались в пособии рассмотрены основные подходы рационального выбора допусков и посадок гладких цилиндрических и других типовых соединений вопросы построения и расчета размерных цепей приведены основные положения необходимое для выполнения чертежей деталей машин примеры выполнения чертежей типовых деталей тоже машин расчета и выбора допусков расположения формы и шероховатости поверхности а также необходимые нормативные данные книжка достаточно такая тоже включает себя много материалов а некоторые материалы конечно дублируются немного дублируются но уже преподнесены с другого бока, поэтому тоже эту книгу вам обязательно рекомендую иметь у себя на столе. Следующая справочник конструктора машиностроителя Анурио Васильевановича в трех томах. Ну, это, наверное, классика жанра. Каждый, кто учился на машиностроительных факультетах, металлообработке, где-то в училищах, я думаю, всегда держал эти три книжки у себя на столе, потому что там колоссальный объем информации. В первом томе приведены общетехнические сведения, справочные данные по материалам, шероховатости поверхности, допускам, посадкам, предельным отклонениям формы расположения поверхностей, конструктивным элементам деталей, крепежным изделиям, стандартизированным и нормализованным деталям и узлам, предназначенным для инженеров и техников-конструкторов. То есть это такая база, но очень-очень сильная и, кстати, неплохое изложение, достаточно интересно читать. Во втором томе приведены современные справочные сведения по расчету и конструкциям осей, валов, подшипников скольжения и качения, муфт, зубчатых, червячных, винтовых, цепных, плоско- и клиноременных передач, храповых зацеплений и разъемных соединений. Дан новый раздел по расчету и конструированию шарика винтовых передач, предназначен для инженеров и техников-конструкторов. То, что здесь даны расчеты, это классика, базис, да, то, что это новый раздел. Конечно, он не новый, но, в принципе, очень интересно посмотреть и вообще окунуться в это с головой. Особенно, если вы занимаетесь самообразованием. Что же в третьем томе? А в третьем томе приведены справочные сведения по расчету и конструированию неразъемных соединений, пружин, уплотнительных устройств, трубопроводов, арматуры, смазочных, гидравлических и пневматических устройств. Рассмотрены смазочные материалы, приборы, встраиваемые оборудования, редукторы, мотор-редукторы, электродвигатели. Дополнены сведениями по сварке, пластмасс, пленок, клеевых соединений, новыми сведениями по редукторам и электродвигателям для инженеров и техников-конструкторов. Как увидите, три книжки о какой базис-пласт информации, который вы можете изучить самостоятельно. Конечно, необязательно читать от корки до корки, но можно просто иметь эти книжки в виду. Справочное методическое пособие «Основы конструирования Орлова в трех томах». Обычно в трех томах, сейчас появился третий том, мы обычно изучали в двух томах. Вообще, в этих книгах вы найдете общие принципы конструирования машин на основе унификации, нормализации, обеспечения, резервов, развития, повышения надежности. Особое внимание уделено рентабельности машин и влиянию их на параметры суммарно-экономический эффект за период эксплуатации. Рассмотрены способы снижения металлоемкости, повышения прочности и жесткости конструкций. Тоже книжки интересные, больше имеют такой уже рациональный подход. То есть в этих книжках вы можете уже научиться мыслить рационально, экономить какие-то средства, разрабатывать уже более подходя с экономической точки зрения, а также рассчитывать определенный уровень эксплуатационных возможностей, то сколько будет эксплуатироваться та или иная деталь, узел или автомобиль. Что же дальше? А дальше у нас справочник технолога-машиностроителя Косилова и Мещерякова. В двух томах классная книжка, тоже мощная. Базис информации колоссальный. В данной литературе приведены сведения по точности обработки и качеству поверхностей деталей машин, припуски на механическую обработку, рекомендации по проектированию различных технологических процессов, изготовлению деталей. Материалы по обеспечению качества и точности обработки деталей на станках щипов, в гибких производственных системах, на автоматических линиях, по применению промышленных роботов и т.д. Для инженерно-технических работников всех отраслей машиностроения. Это уже такой более продвинутый уровень. Конечно, о станках ЧПУ там говорится немного. Сейчас уже давно шагнуло все вперед. Но если вы будете иметь эту книжку у себя на столе, а сейчас эти все книги можно спокойно найти в любом формате в интернете, в любом качестве и спокойненько изучать. Как вы видите, уже какой набор информации вы имеете. Вы уже можете, в принципе, садиться, все это изучать и приступать к самостоятельной разработке технологического процесса либо каких-то других вещей. Справочник «Инструментальные стали. Их термическая обработка». Арцингер. Вот такой вот справочник. Это базовое знание по термообработке. В данной книге рассматривается твердость, прочность, предел упругости, текучесть, усталость, вязкость, жаропрочность, износостойкость, теплопроводность и другие характеристики практически всех основных инструментальных сталей, применяя их в мировой практике. Кроме того, приведен и химический состав, маркировка, данные технологические свойства, термообработка, диаграммы превращений и т.д. Данные приводятся в виде диаграммы таблиц. Здесь представлены рекомендации по рациональному выбору стали для различных инструментов по ее термической обработке с учетом условий службы и эксплуатации. Это тоже хорошая книга именно для того, чтобы вы окунулись в азы термической обработки. Какая термообработка есть, что можно достичь с помощью той или иной термообработки, а также какие есть стали и что с ними происходит при нагреве, охлаждении и различных других процессах. Я думаю, эти книги обязательно тебе пригодятся. Спасибо за просмотр. Ставь палец вверх, подписывайся на канал и делись с друзьями. Обязательно они тоже хотят увидеть эти книги. Всем добра. Пока-пока.